Пересекался с Рэдди в жизни минимум 3-4 раза, в основном на СНГ. Как человек приятный в общении, как игрок способен мобилизировать волю и мозговую активность в казалось бы безнадежной ситуации, удивить оппонента нестандартным развитием событий. Немного вызвал удивление небезызвестный факт сдачи партии в Питере в 2016 году за деньги. Но тут у меня больше вопросов к Лизарду, чем к Рэдди. Санта Клаус. Игрок сильный, с нестандартными решениями. Один из первых, кто начал копать Граали и играть луной. Как стример очень хорош, с веселыми шутками. Отзывчивый игрок, любит кошек. Гунар. Рэдди – это человек хохма, позитивный в жизни и добрейшей души человек. Но то, что он в говне или капитан воды – это не новость ни для кого. Уважаю его как сильного игрока и кто бы что не говорил. Я, кстати, в том числе был среди тех, говорящих когда-то. Этот человек играет на хай-левеле. Поначалу кажется, что где-то повезло, где-то зашло, но не может заходить и вести всегда. И это факт. Собственно всё. Dark. Меня в отличие от большинства радует способность Рэдди найти свои ауты нестандартными способами. Это выделяет его на фоне остальных. Да и в целом Рэдди – игрок с высоким уровнем мышления. Falcon. Помню его, когда ещё играли на Hero's Portal 2007-2008 года. Пару раз пересекались по игре тогда. Когда я зарегистрировался в 2018 на портале Hero's World, то написал ему. Он вспомнил меня по старому нику. Сыграли партейку на рейтинг, хотя я был тогда ещё без рейтинга. А так, в общем, нормальный парень. Бола. В Мир Больших Героев меня привёл игрок с ником Крейзи, также известный как Папа Сектора. После игры с ним, тогда ещё в Гейм Рейнджер, сразу поставил на человеке клеймо читер, где-то для себя в голове. Потому что я никак не мог понять, как он мог прийти ко мне с Альянсом и 100 монахами на 1-4-7 и просто сравнять с землёй. Тем не менее, любопытство взяло вверх над эмоциями и я решил докопаться до правды. Получил сейвы, посмотрел, всё чисто. С тех пор не строю Капитолий. Литовец посоветовал смотреть стримы. Выделил из большого числа игроков несколько имён. Гомунгул с Хэлайтами Лу Редвайт. Первые игры смотрел с открытым ртом, серьёзно. Это был шок. Тогда-то и узнал, что есть шаблоны, рейтинги, турниры, чемпионаты, один из которых совсем недавно и покорился Евгению Редвайту, сделав его чемпионом. А кого смотреть, как не чемпионов? На его стримах стал осознавать, что взять утопу на 1-1-7 это реальность. На 1-2-1 уже сидеть в центральном замке? Да запросто. Наряду с геройскими достижениями, Женя хорош как человек-комментатор. Грамотная речь, отсутствие нецензурной брани. Сохранить самообладание над собой в те минуты, когда боты моралятся по 3-4 раза за ход, дорогого стоит. На стримах Редди всегда жёсткая аналитика, не в ущерб таймеру, конечно, но игра стоит свеч. Немного слов об инциденте с Хэллом. Чтобы там не было, Адмирал для меня вышел победителем благодаря тому, что сохранил лицо и не стал пускаться во все тяжкие. Смотрел, смотрю и буду смотреть, потому что так копать Грааль больше никто не умеет. Ника Стар